МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на СТС проекта ИКРА. В Челябинске очень многие рассказывают позитивные новости. Очень многие передают хорошую музыку. И этим самым наш город делают лучше, красочнее. Создают такую ауру приятного города Челябинска, а не города промышленников и суровых мужчин. И вот один из таких людей у нас сегодня в студии. Это Ольга Хираскова, генеральный директор холдинга «Выбери радио». Здравствуйте, Ольга. Добрый день, Павел. Хрупкая женщина с мудрым, немного осторожным взглядом. Никто бы и не догадался, что за миловидной внешностью Ольги Хирасковой скрывается настоящая акула радиобизнеса Южного Урала. Она лучше всех знает, как угодить и любителям современной поп-музыки, и поклонникам ретроэстрады. Карьера Ольги началась на радиостанции «Европа плюс» более 15 лет назад. И за это время она стала ни много ни мало генеральным директором медиахолдинга «Выбери радио» по всему уральскому региону. В ее подчинении несколько городов, включая такие крупные, как Челябинск, Казань и Екатеринбург. От ведущей новостей до генерального директора медиахолдинга. История успеха Ольги Хирасковой в программе «Икра». Так редко у нас бывают милые дамы. И я с большим удовольствием приглашаю вас продегустировать икру. Дегустировать? Красную, да. Давайте попробуем. Настоящую красную. Настоящую красную икру. Замечательно. Солененькая. Ольга, ну есть такой стереотип, что в доме готовят женщины. Вы готовите? Я готовлю по субботам и воскресеньям. Ну понятно, а в будниках что происходит у вас дома, скажите? Мне на самом деле стыдно, если честно, потому что я сама считаю, что женщина все-таки должна готовить и мужчина должен. Мы все вместе. Но вас поддерживают хоть? Мне нужно отдать должное моим близким. Они понимают, они поддерживают меня. И мы готовим вместе, договариваемся вечером, что у нас будет. Либо что-то легкое, либо то, что у нас есть. Либо пельмени. Пельмени мы не едим. Да? Да. Это радует меня, по крайней мере. И это у нас получается. У нас нет проблем с этим. Правда. Скажите, Оль, а вы где родились вообще? Я родилась в маленьком городке Челябинской области, который находится в середине Уральских гор. Он называется город Катафов-Ивановск, куда мои родители приехали из Ленинграда строить цементный завод. Цементный завод. Да. То есть вы тоже так называемая лимита в Челябинске практически. Приехали учиться, остались, да? Да. И там лимита, и тут лимита. Потому что зародилась я в Ленинграде, а родилась я в Катафов-Ивановске. А, вот оно как, да? А скажите, а кем вы в детстве хотели стать в таком вот... Я просто был в Катафов-Ивановске, на такой, да, небольшой городочек, вокруг горы, красиво. Красиво. Вот чем хочет ребенок, выросший в Катафов-Ивановске, кем он хочет стать? Я в свои разные периоды развития, желания мои менялись. Я хотела стать и балериной, хотела стать и что-то связанное с музыкой, хотя быстро эти желания прошли. И учительницы тоже быстро прошли. Ну, учительницы, понятно, все хотят в определенный момент стать там. И врачом, и в общем... А почему балериной-то хотели стать? У вас в детстве какие-то занятия были или просто по телевизору красиво «Лебединое озеро»? Занималась танцами, занималась в цирковом кружке. Занималась, мне было это интересно, в принципе, сейчас интересно тоже. И когда я пришла, подошла к тому моменту, нужно было решать, я была в полной неопределенности, поэтому я пошла в Южноурадский государственный университет и закончила энергофакультет по специальности инженер-энергетик. Вот, то есть вы по специальности инженер-энергетик работаете генеральным директором медиахолдинга, в принципе, получается. Вот. Интересно, а вам пригодились ваши знания энергетики в вашей работе или у вас есть второе еще образование? Ну, во-первых, у меня есть второе образование – это маркетинг. Но, что самое интересное, я в этом уже убедилась по опыту, что все-таки техническое образование, основа такая, вот именно то, которое дает наш ЧПИ. Тогда, да. Да. Он, вот этот институт, такие специальности основополагающие, они учат думать. Я даже, когда вот смотрю, очень радуюсь, когда у меня приходят по специальности, специально связанные именно с инженерной, я понимаю, что эти люди, раз они уже закончили эти… Раз у них получилось это хотя бы закончить, да? Да. Значит, они что-то могут и дальше. По крайней мере, они умеют думать и включать свои мозги и разбираться с теми сложностями, которые у них встречаются на пути. Оль, скажите, а как началась вообще тогда ваша карьера? Ваше первое место работы, скажите, какое было после института? Как ни странно, мое первое место работы была радиостанция «Европа плюс». А, то есть вы сразу пошли работать? Да, это моя первая серьезная работа, которую я вышла после декрета. У меня так получилось. Все, после института практически сразу. Случилось такое счастливое событие в жизни. И через какой-то промежуток времени я вот вышла, попала на радиостанцию «Европа плюс» случайно, как и многие так попадают. А как так случайно? Это по знакомству. Там кто-то посоветовал, я пришла, и вот так случилось. И вы начали там работать ведущим новостей? Да, я начала работать журналистом. Да, журналистом. Делала новости, буквально добывала их, потому что в то время не было… Подождите, сейчас я хочу, должен понять вообще. Вы, закончив энергетический факультет, пришли и начали работать журналистом. Это талант какой-то, призвание же? Да вот как это случилось? Или вы учились прямо на рабочем месте? Я училась, правильно сказали, на рабочем месте, при том, что это было, не могу сказать, что талант какой-то. Это такой был некий процесс трудолюбия, совмещенный, может быть, с какими-то способностями. Я сам бывший родильщик, знаю, что такое сидеть там в прямом эфире перед микрофоном. Вы помните ваш первый эфир? Помню, я помню, что очень волновалась, очень волновалась. И я помню, как он начинается, вообще не помню, как он завершился. А сам процесс я плохо помню, потому что, конечно… Это было связано как-то вот с каким-то смешной какой-то момент? Или просто волнение, и все, и надо просто дойти до конца этого выпуска? Ну, юмора там не было, может быть, к сожалению, конечно, потому что юмор никогда не мешает. Было все серьезно, было все непросто, но, тем не менее, это свершилось, и дальше двигалось как-то так. И новости в 90-е годы были интереснее, да? Они были такие самобытные, добываемые из первоисточников напрямую. Интернета тогда не было. Лент новостей не было. Это были такие новости с нотками субъективизма все время. Потому что кто хотел, тот так и подавал. Ну, это правда, так и есть. Ну, Европа Плюс-то подавала как-то позитивом чуть-чуть, да? Да, это было всегда позитивно, это было всегда хорошее настроение, слоган Европа Плюс. Как получилось, что вы стали генеральным директором такого холдинга? Филиал, да, холдинга большого у нас в Челябинске? Да, это филиал большого холдинга «Выбери радио». Я думаю, что это все стремление мое. Стремление к самосовершенствованию, стремление к развитию, стремление к чему-то новому, к решению каких-то сложных задач. Это не плохо, не хорошо, это так. Вот это так, и вот это меня привело на эту должность. Конечно, если не хочешь, то никто не сделает, потому что желание – это основа, плюс есть ряд других показателей, которые необходимы для того, чтобы стать руководителем человека. Какие это показатели? Это умение брать на себя ответственность, это все-таки умение думать, так скажем, это ответственность за людей, это развитие, стремление к развитию, и, безусловно, умение решать сложные задачи. Ну, это прям такие сложности. А директор – это же круто, на самом деле. Директор, он всеми командует, он может своим волевым решением что-то поменять. Вы, когда стали директором, вы что-то поменяли в системе работы? Ну, вообще, решили что-нибудь поменять, когда стали генеральным директором? Может, вас что-то не устраивало? Я не могу сказать, что я командую, я управляю. Потому что я не люблю команды и не люблю командовать. Но управлять и командовать – это разные вещи, что ли? Это разные вещи, конечно. И на тот момент, когда я встала, отвечая на ваш вопрос, я понимала, что все-таки успешная основа бизнеса – это люди. И для меня на тот момент стояла задача – это определиться с ключевыми персоналиями, с ключевыми людьми, с которыми уже можно решать любые задачи. Уже ничего. Ну, все ни по чем, да. Все равно какая-то своя команда, она пришла, да, получается? Да, да. Сформировался круг людей, которым я доверяю, с которыми мы в одной лодке, которым мы смотрим в одно направление, и, безусловно, вот с ними мы движемся вперед. Главный секрет успешного руководителя – верная команда профессионалов, которую он собирает вокруг себя. Ольга Хираскова таких людей прекрасно видит, понимает и принимает в круг группы компаний «Выбери радио». Под ее руководством – радиостанции «Лидеры». В Челябинске – это «Европа плюс», «Русское радио», «Ретро-ФМ» и самое молодое – «Радио-дача», что же позволяет холдингу постоянно держаться на самых вершинах радиоволн. В первую очередь это создание интересного именно для слушателей контента, поэтому «Выбери радио» довольно часто проводят различные проекты и акции. Самым грандиозным событием этого лета стал проект «Дабл-хит» на «Европе плюс». В эфире радиостанции был проведен беспрецедентный розыгрыш 100 айпэдов среди слушателей с автографами звезд России и Европы. А сейчас воплощается в жизнь новый проект холдинга. Слушатели «Русского радио» ежедневно могут попилить миллион рублей со звездами российского шоу-бизнеса и в ближайшее время выиграть путевки на главную музыкальную премию страны «Золотой граммофон». Ретро-ФМ тоже не отстает. Каждое лето радиостанция организует серию открытых кинопоказов, добрых, любимых всеми фильмов. «Выбери радио» ведет и благотворительную деятельность. Сейчас под патронажем холдинга находится один из областных детских домов. Благодаря радиослушателям этим летом было собрано большое количество вещей и игрушек для воспитанников детского дома. При финансовой помощи «Выбери радио» в настоящее время идет ремонт одного из зданий интерната. Глядя на свою команду, Ольга Хираскова может быть абсолютно уверена, станции холдинга будут всегда занимать лидирующие позиции среди радиослушателей. Вы-то с какой слушаете станцию, ваша любимая? Я почему-то сейчас предугадываю ответ, но давайте попробуем. Угадал ли это? Нет, я сейчас вам скажу, что вы... Я на самом деле слушаю все радиостанции. Для чего? Для того, чтобы понимать, что происходит вообще с этими радиостанциями. Потому что, слушая программу, ты понимаешь, что новое, что вообще происходит с этой станцией. И слушая рекламу, ты понимаешь, сколько эта станция зарабатывает. Но... Это по работе. Да, для души я слушаю радиостанцию «Серебряный дождь». А для того, чтобы быть в курсе вообще, что происходит в мире и в стране, я слушаю «Бизнес.ФМ». Я не угадал, но наши вкусы с вами совпадают на самом деле. Хотя бы я еще, конечно бы, уж не стесняясь, не рекламируя, еще бы «Европа плюс» бы сюда вот совсем-то для души присоединил. Что помогает вам держаться на плаву? Что помогает в этом океане радиобизнеса выплывать? Ну, я бы не сказала прям «выплывать». Я бы сказала, что держаться и быть одним из лидеров, это я заявляю точно, потому что знаю, что это так. Действительно, не просто, потому что у нас очень конкурентный город по количеству радиостанций. 26 штук. Ну, это радует на самом деле. Приезжаешь просто в какие-то другие города, там их штуки три, и это грустно. Да, и мы занимаем третье место. Угадайте, после каких городов? Москвы и Санкт-Петербурга? Да, так и есть. Даже в Екатеринбурге меньше станций? Да, в Екатеринбурге на одну меньше. Пока. Пока. И что помогает? Помогает постоянное развитие. Потому что если ты вдруг решил для себя, что ты все сделал, и что ты чего-то достиг, и что ты тут король, ты можешь поставить крест. При том, что чем ты дальше двигаешься, тем ты больше понимаешь, что нужно сделать еще, 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 еще. Оль, скажите, вы-то, получается, филиал федерального холдинга, да? И это вам тоже, скорее всего, помогает. Потому что веяния столичные, они более прогрессивные, чем мы здесь даже варимся в своем мюрке. Это же правильная моя точка зрения? Это действительно так, потому что Москва идет на несколько шагов вперед, регионов это действительно. И как раз вот выстраивание системы помогает в городах в том числе, помогает вот эта вот дисциплина некая, выстраивание структуры, и четкая политика, которая определяет цель, и мы понимаем, куда мы идем. Вот это очень помогает, потому что ты видишь цель, ты к ней идешь, и ты понимаешь, как это делать, и ты это сделаешь. Ну, а вы знаете лицо аудитории своей? У вас все равно радиостанции, они достаточно разноплановые, зная те, которые входят в ваш холдинг, достаточно разноплановые. Но вы, например, когда вы сидели перед микрофоном, вы видели кого-то перед собой, может быть, то самое лицо, обобщенное, человека, для которого вы рассказываете. Это как к бывшему радиоведущему, я к вам обращаюсь сейчас. Я, безусловно, знаю, вот, например, вы... Я ваш, да. Аудитория Европа Плюс, безусловно, и это прямое попадание. Аудитория меняется. Допустим, 10 лет назад она была одна. Не сильно, но меняется. Знаю, безусловно, свою аудиторию, без этого никак. Это экспертность должна присутствовать. Но я прекрасно понимаю при этом, что аудитория каждой из радиостанций, всех, все четыре радиостанции в нашем холдинге, она достаточно широка. И в целом, если брать всю аудиторию всех наших четырех радиостанций, почти, наверное, каждый житель Челябинска, который слушает радио, ну, по крайней мере, 80% это точно. А где слушают радио? Все равно какие-то же исследования проходят? Где слушают в основном? Я не знаю, на даче, дома, в офисах, в машине? Где больше всего это делают? Я в машине только, получается, слушаю. И все. Очень многие люди, особенно клиенты нашей партнеры, они ориентируются как раз на ту аудиторию, которая слушает в машине. И думают, что это основная аудитория. Но на самом деле исследования показывают другое. Самая высокая слушаемость как раз дома и в офисах. Самый высокий процент. И всего лишь 30%, до 30% слушают в машине. Как управлять творческим коллективом? Это же всегда, я просто сам творческий человек по себе знаю, что мной управлять очень трудно. Но есть люди, которые нашли какой-то ключик к этому делу. Спасибо. И как вы управляете таким творческим коллективом? Там же и капризы могут быть, и какие-то творческие заморочки. Люди разные работают. Есть люди, которые работают и с техникой, и операционную деятельность осуществляют, так скажем, профессиональным словом. Есть действительно творческие с эмоциональными всплесками и так далее. Ну, во-первых, нужно быть честным всегда с людьми. Во-вторых, нужно быть спокойным, уверенным. И знать, что ты хочешь. И не поддаваться тоже вот этим эмоциональным туда-сюда волнам. Каковы планы у вашего холдинга? А вы как думаете, какие наши планы? Ну, завоевать весь мир, естественно. Да, завоевать весь мир, конечно. Там в точку попали. У нас есть девиз «невозможное возможно». Напечатанный висит передо мной. Да, и действительно «невозможное возможно». Но планы наши, они, как любой коммерческой организации, это зарабатывать деньги и делать так, чтобы людям было комфортно в нашей компании работать. Деньги, я так сказала, я пошутила на самом деле. Самое главное – это наши радиослушатели. Да, самое главное – это наши радиослушатели. И любовь к ним мы доказываем, постоянно организуя различные акции. Вот недавно мы провели такую акцию, открытый кинопоказ от Ретро-ФМ. У нас состоялся показ фильма «Игрушка с первым шаром» на открытой площадке в парке имени Гагарина. С погодой, вам говорят, повезло. Нам повезло с погодой. Мы просто знали, что такая погода будет. Еще за два месяца, когда начали заниматься этим мероприятием, были уверены. «Невозможное возможно», да? Да, 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 это из этой области. И действительно, мероприятие пошло очень удачно. Я думаю, что мы подарили радость людям. Вы фильм еще выбрали такой хороший. Да, самая трогательная – комедия. Комедия о взрослых отношениях взрослых и детей, да. И при том, что у нас был розыгрыш очень интересный, смотрим, была куча подарков, целая такая кучаща. И главный приз – это кинотеатр домашний мы разыграли. Все были довольны. И это мероприятие мы хотим сделать традиционным. Оль, а что такое успех? Скажите мне, как генеральный директор холдинга «Медиа». Успех, он, наверное, для каждого свой. Для кого-то – это слава, для кого-то – деньги, для кого-то – карьера, для кого-то – власть. Тогда ответьте лично вы, Ольга Хираскова. Что для вас успех? Но для меня человек успешен тогда, когда он, достигая своих целей, остается в ладу с самим собой. И я, знаете, я вот говорю своим всегда сотрудникам, здорово, если вы утром с удовольствием идете на работу, а вечером идете домой, где вас ждут близкие, где вас ждет теплый, уютный дом, где царит любовь и взаимоважение. Это успех, получается? Вот для меня это успех. И еще для меня успех. Если я сделаю своих близких и друзей, хоть чуть-чуть счастливее. Для меня это успех, личный успех. У вас семья такая замечательная, 18-летний сын, муж, поддерживающий вас вечерами в готовке. Чем занимается ваш сын? Сын, как и положено, 18 лет учится. Ну, куда вот он пошел? По стопам мамы, папы? Либо он выбрал свою какую-то тропинку? Как его зовут? Его зовут Арсений. Фамилия у него Попов. Арсений Попов, друзья, запомните это имя. Я думаю, он будет рад услышать, что я назвала его имя на такую аудиторию широкую. Он учится, как ни странно, в ЮРГУ. Учительный, может быть. Где у нас еще в городе учится? Да, на специальности автомобилестроения. И, видимо, у меня такое ощущение, что он еще не нашел себя. Он, видимо, еще себя есть. То есть, видимо, как вы пришли на энергетические факультеты, потом пошли на радио, так, видимо, и он закончит, получит диплом и придет тоже, может быть, в какой-то совершенно другой бизнес. Но это часто у нас такое бывает в стране. Может получить диплом, а может и не получить. Посмотрим. Пусть получит, пригодится, конечно же. Поэтому мы вот сейчас в такой стадии метания. А вы как любите отдыхать? Скажите, работать понятно, что вы любите. Невозможное возможно. В отдыхе невозможное тоже возможно? Я думаю, да. Но я люблю путешествовать, но при этом я так активно начала путешествовать недавно. Ну, а также я люблю... Мы вообще любим выезжать куда-то с семьей, в лес, на озеро. Ну, как все наши, в принципе, челябинцы. 3000 озер в Челябинской области. Ну, вот любимое место в Челябинской области. Скажите, пожалуйста, может быть, что-то вы мне скажете... Аргази. Откроете сейчас Аргази? Да, мы любим очень. Не открыли, да. Другояк я люблю. Вот хотим что-то... Вот открыть хотим. Вот думали об этом, хотели открыть какое-то новое озеро. Это не 10 из 3000, а чуть так, 11-е. 11-е каком-нибудь или 12-е, 13-е. Вот. А страна какая тогда? Где вы были в последний раз? Скажите. Я последний раз была в Италии. И я думаю, что для кого-нибудь секрет. Конечно, меня эта страна просто поразила. Мне осталось... Вот полгода прошло. Да, полгода, Рома. У меня такое послевкусие просто великолепное. Хочу еще туда. Рубрика и краткая. Короткие вопросы. Надеюсь, короткие ответы. Для Ольги Хирасковой. Оль, итак, поехали. Какой самый любимый город на Земле? Говорите, не стесняйтесь. Я хотела несколько ответить. Ответьте несколько. Челябин, Санкт-Петербург, Венеция, Рим. Ваш любимый человек? Это вообще очень сложно. Это я даже не знаю, как сказать. Потому что у меня их два. Вот скажите, пожалуйста, эти два человека. Сын и муж. Вы сейчас влюблены? Да. Ваше хобби? Чтение. Тогда хорошо. Любимая книга? Тоже очень много у меня книг любимых. Ну, какую вы сейчас читаете? Хорошо. Читаю от хорошего к великому. Не будем это затрагивать, потому что это бизнес. Последнее подсрочник. Подстрочник. 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 Мне очень понравилось. Рекомендую всем прочитать книгу, которую нужно прочитать всем. Любимая страна тогда? Россия. Россия все-таки. Не Италия. А как же? А любимый фильм? Достучаться до небес. Запах женщины. Любимая музыка. Вот так вот. Музыкальный стиль какой. Сейчас я слушаю очень много «Вивальди». Включаю по 10 раз. Что вы говорите? То есть, допустим, я делаю уборку в воскресенье. Вивальди. Да. Времена года. А что вы, когда в машине ехали, тоже слушали «Вивальди»? В машине у меня муж команды. Поэтому что включает, то мы и слушаем. Какая у вас марка автомобиля? «Шкода Октавиа». Отлично. Что бы вы изменили в своей жизни? Видите, как я резко от машины? Машину бы изменила, да? В планах, да. Но не сейчас. Что бы изменило? Что? Да-да, пожалуй, ничего. Если бы можно было сейчас все бросить и вот прямо сейчас уехать куда-нибудь, куда бы вы рванули? Я бы поехала к Теплому морю. Отлично. А к какому Теплому морю конкретно? Можно понять? Вот я выбираю сейчас. Либо поехать на Хайнань, либо на Мальдивы. Либо на Гуа. Но это будет не скоро. Это будет январь-февраль. Любимый день недели, скажите мне, пожалуйста. Пятница. Пятница? Да. Она так полегче, да? Я вообще обожаю пятницу, потому что, во-первых, закончилась рабочая неделя, когда ты все успел сделать. И впереди еще два выходных. Что такое счастье? Ну, как ни крути, все равно для меня счастье это вот, чтобы мои близкие и друзья были со мной рядом, чтобы у всех все было... Вы счастливый человек? Да. Без проблем, так скажем. Я счастливый человек. А, отлично. Так рад всегда видеть перед собой счастливых людей. Вы придете к нам еще раз? Если пригласить, то придем. Оль, ну, мы вас поздравляем с тем, что вы у нас в гостях. И, в принципе, вот этот вот членский билет клуба «Икра» на СТС, в котором достаточно много уже успешных, позитивных людей. У нас и сенаторы, и бизнесмены, и даже одна парижанка у нас есть в клубе, между прочим. Вот, я надеюсь, это будет также и пригласительным билетом еще раз в нашу программу. Вот, обязательно позовем. Очень приятно. Я вас поздравляю. Я вручаю вам. Спасибо. Не надо обязательно его хранить. Нужен ваш автограф. Автограф. Обязательно. Хорошо. Чтобы понимать, что это ваше. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в гости. У нас в гостях была генеральный директор медиахолдинга «Выбери радио» Ольга Хираскова. Мы с вами увидимся в следующую субботу уже. Кто там будет в гостях, вы, конечно же, узнаете, когда посмотрите наши программы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok